и весь б-класс я снял уже в девятнадцатом двадцатом году софно переднимать амортизаторы потекли уже на 70 тысячах еще пол беды запчасти дорожаю да но и найти их проблема подушного фильтра топливного фильтра масло с масляным фильтром разумеется и ручейкового ремня обошлось все в 360 долларов откуда встает тридцатку встает пола лифтбэк новый 90 2000 и не сказать что он так уже сильно поистрепался по износился приветствую вас ребята вы на канале юра сегодня я хочу поговорить о покупке автомобилей и в целом детально более поговорить о б-классе на примере rapido я объясню почему именно про б-классы хочу поговорить и по философствовать с вами снять такое видео немного не стандартном формате вообще весь б-класс я снял уже в девятнадцатом двадцатом году но практически весь б-класс уже отснят плейлист есть на канале думы с . оставлю можете посмотреть интересно но с тех пор прошло два года изменились цены ситуации на рынке меняется цены меняется восприятие автомобилей и в целом что ждет вас от автомобиля хотя про проблемы все болячки рассказывал цены но сейчас все более актуально и это видео хочу снять том что есть проблема это всегда покупка автомобиля и если раньше эта проблема ограничивалась тем чтобы найти хороший автомобиль за хорошие деньги и не попасть чтобы не найти убитый ушатанный заезженный то теперь проблема выросла в том плане что новая машины дорожает дорожает очень быстро ноги пацанам чуть попозже и дорожает запчасти но это еще пол беды запчасти дорожают да но и найти их проблема под заказ нету в наличии но а запчастях о поломках будет отдельное видео там подробнее расскажу про запчасти про их наличие но в целом запчасти запчастей не так много в наличии нужно же ждать под заказ и они дорожают и проблема решается тем то что нужно покупать автомобиль который не нужно чинить ну вообще в принципе нужно обслуживать но тур будет попроще понове и посвежее соответственно чтобы меньше дорабатывать после любой автомобиль с годами требует к себе внимания и учитывая все эти нюансы приходишь все равно в к выводу что нужно смотреть б класс потому что он не такой технологически сложный более простой более простая конструкция самого автомобиля теоретически он меньше будет ломаться меньше требовать внимание но обслуживание попросит любая машина если уже вообще не проиграть в этой ситуации проще вообще ничего не покупать из автомобилей это по любому степени риска но все равно б класс получается более новый проще потому что только только обслуживание но мне только обслуживание все равно расходники какие-то потребуют внимание но не будет столько систем и болячек как уже автомобилей более десяти или около десяти лет возраста и более премиальных уже более технологически сложными двигателями там больше будет всяких проблем болячек даже вот к примеру электроручники многие боятся что моторчики стоят по 100 по 200 долларов сами суппорта дорогие с электропридом ручка ну все татьяне день деньги и все это тяжело найти сейчас под заказ и нужно ждать но насчет цен на б-класс вот приходишь бы классу но новый б-класс стоит гораздо больших денег чем того хотелось бы потому что вот почему я снимаю бушный rapid просто новый б-класс это просто караул какой-то когда я снимал свое время автомобили б-класса тоже веста кросса св она была на максималке с 1 и 8 на фарширована практически все там было она стоила 15 500 и купили за 15 500 полая седан с 1 4 на dsg там тоже по моему в районе 15 16 он стоил так ну где-то за 15 15 по моему rapid старый тоже но покупали новым тоже за 15 200 помоли сколько ну в эти я позвоню сейчас б-класс начинается от веста с в веста универсале просто пустая в минималке начинается от 17 тысяч долларов я вот недавно проезжал мимо их него автосалона раньше там был целый легион не протолкнуться вообще машину не выгнать никак сейчас гордые три богатыря стоят все еще парковка пустая нет вообще машин и не они не продаются начинается от 17 тысяч долларов пола лифтбэк новый если вот я смотрел месяц полтора назад я своих видео упоминал что новый пола лифтбэк стоит 25 сейчас я посмотрел прайс-лист вот на сегодня на 13 июля сегодня 30 или посмотрел прайс-лист пола лифтбэков начинается от 21 500 до 28 там чем-то плюс если вы хотите допы нужно доплачивать ну плюс каска обязательно вот эти весь короче в тридцатку на встает в тридцатку встает пола лифтбэк новый вот и здесь все равно логично что нужно покупать бушный б-класс и в самом разгаре съемок как вы видите машина уже в другом месте у меня нововодная владелец все же только что по горячим следам отзвонился мне говорит все рома блин решил я продавать так что если кого-то интересует она в продаже пишите ему в директ я ссылку оставлю так что нифига себе вся связь с ним выходите на него если кого-то машина заинтересовала так машина в целом классная да по салону я не скажу что она почти сотку накидала поэтому все все в директ по ценам на rapid и самое дешевое ты смотрел рестовая 17 года по 20 вообще машины начинается от 8000 долларов на там 430 тысяч пробега но все уже машине конец по большому счету 8000 долларов тоже так сова счет 430 420 тоже 8 208 300 и максималки гонятся там до 18 тысяч долларов но есть там за 14 800 за 15 тысяч долларов машины с 16 даже с 14 встречается там тоже сотка 110 тысяч пробега но вот 15 14 800 15 600 вот такие вот цены машина девятнадцатого года восемнадцатого то есть трех четырехлетний автомобиль за такие деньги ну в принципе приемлемый результат на сегодняшние цены потому что полтора месяца назад я смотрел даже меньше месяц назад и смотрел объявление продажи пола лифтбэк двадцатого года вот как только вышел видимо но там пишут что один владелец ну по сути дела но так минимальная комплектация но хотя помогли мэтт который там был 40 тысяч пробега 13 800 тысяч долларов машина продается сейчас они начинаются от 12 112 200 тоже так совы и с космическим пробегом но новые там и 31 и 32 тысячи долларов стоят хотя в прайсе не 28 указано видимо с допами машины покупались и это не означает что-то максимально верхняя планка на и выше 31 30 тысяч долларов а так тоже там за 1 и 4 22 просят двадцать одну на убу которую продают то есть тоже там уже 8 ну к двадцатке приближается цена более-менее свежей машины но если вот искать такие именно пола седана такие rapid но за 14 15 что-то можно найти с более-менее там пробег или ориентировочно сотка 1 и 6 не самая пустая не самая бедная комплектация то есть в таком диапазоне конечно многие скажут да блин пишите кстати свое мнение в комментах скажут да ты чё идиот проще дешево машинка и да самая элементарный вариант это прошлое видео джета 2 самый дешевый вариант это мы про это в принципе сказал там 120 150 долларов стоит бушные двигатели и один подписчик написал в комментах а зачем его капиталить проще их покупать и менять ну да но они имеют свойства заканчиваться но в каком-то смысле тоже да реально но проще мне кажется один раз уже взять перебрать его ездить уже несколько лет просто не париться насчет этого но владелец заморочился он только он знает и понимает зачем это все нужно от саввуфер усилитель то есть по музыке заморочился именно поэтому стоит дополнительный мафан еще в салоне преимущество этого автомобиля но это не автомобиль преимущество это большая заслуга владельца то что сделан дополнительно шумка то что должно быть и именно поэтому же звук закрытия двери уже приятны еще насчет шумки вот конечно информация не актуальна и цена тоже потому что материал вместе с работы обошелся 1300 белорусских рублей но в районе 350 долларов ориентировочно но цена не актуальна часто будет подороже и еще конечно минус машин то что ну у всех машин то что детали изнашивается но как заявлялась изначально на обзорах вернее в статьях интернет в интернетах сайтах разных на представление то что ходовая ходит 100 там тысяч без вопросов но переднимать амортизаторы потекли уже на 70 тысячах но правда один амортизатор стоил 80 рублей это около 30 долларов но это было тоже так когда-то посещать 92 тысячи и сейчас цены в три раза дороже короче нужно на сотку примерно рассчитывать на амортизатор 100 120 думаю а с учетом то что на рэпиды но более редкие сейчас у нас больше стали вот и нужно это на заказ ждать то неизвестно сколько это будет сейчас стоить хотя в принципе по большому счету не так черт страшен как его малют потому что спереди макферсон а сзади установлена балка простая надежная конструкция 20 блока шаровый опоростойка стабилизатора не сильно уже и раскошелитесь я ну конечно неприятно поставить деньги вываливать но примеру в теории если покупать такую машину поменять переднюю ходовую но не так вам уже обойдется дорого потому что более премиальная машина уже все рычаги уже затраты хотя у д-класса большинство тоже спереди много рычажка но вернее макферсон но за 1 много рычажка а здесь балка то есть машина не так разденет по ходовой плюс обслуживание то есть первоначально затраты небольшие я к чему веду потому что если покупать более премиальные автомобили д-класса е-класса нужно это уже бизнес класс куда cd класса но десяти летом и меньше да вы можете купить за 7 за 8 но сейчас тяжело вообще найти что за 7 за 8 все равно хлам нужно вкладывать деньги а запчасти дорожат а если что-то редко сломалась вы будете просто без автомобиля продолжительное время либо будете переплачивать на запчасти а послужной список запчастей будет громадный в 3-4 раза все подорожало вы можете вы можете обойтись примерно в ту же сумму что вы купите rapid но на рапиде не обязательно rapid б-класс за такую сумму и вы будете ездить уже на машине ну на ресурсе да она не имеет такой же управляемости повышенного комфорта но она простая надежная относительно новая машина чем вы будете уже 10-летний более премиальный автомобиль восстанавливать а если проблем много затрат много запчасти подорожали то есть вы можете влететь копейку можете найти же сама деньги попасть но решать конечно каждому по двигателям я уже много всего рассказывал на рапидах на пола на октаве про день 4 про 16 но 16 и день 4 отличается только наличием турбины вот и все а так ну да масложоры им приписывают но я на октаве об этом рассказывал то что то есть машина которых 200 и более тысяч километров масложора не наблюдаться что нужно чаще масло менять и 15 тысячах речи не идет чаще меняйте и вас проблема как правило вас не настигает 7 100 на 8000 должен быть для вас потолок особенно в городском цикле постоянном пробках замена масла вообще ну в принципе любом автомобиле в любом двигателе это самый дешевый способ продлить ресурс двигателя и избежать проблем либо оттянуть появление этих проблем когда они вас настигнут принципе хороший надежный двигатель экономичный бодрый да он атмосферный не нету такой ураганной динамики там больших разгону 10 и 5 он разгоняется до 100 как заявлено в принципе хороший надежный мотор и здесь нет таких вот серьезных уже своих каких-то нюансов здесь нету большого же теплонагруженности многие боятся турбин что турбина выйдет из строя все равно турбина минимум 200 тысяч у вас находит вас быстрее уже масложор тут появится которые все боятся чем турбина там крякнет но до опоры двигателя такие вот стандартные мелочевки но нет такого что там система подъема клапана фазорегуляторы вот это вот все будет у вас сломаться да здесь есть фазик на впускном валу но как правило тоже к ним проблем нет и претензий тоже нет чем хороший бушный автомобиль тем что вот можно косяки проверить во-первых он он весь пыльный это уже плюс в том что вы можете посмотреть еще всякие это свидетельствует о том то что капот редко подниматься в целом двигатель ну агрегат надежен и проблем здесь не возникает и можно вот проверить еще с под клапанной крышки и так далее всякие тече сальников все это можно посмотреть то есть в этом простом понимание так скажем есть нюансы которые вы не обнаружите при покупке в любом так конечно был автомобиль это всегда степень риска и обслуживание конечно лучше официалов не обслуживать потому что еще под до подорожания цен на запчасти на автомобиле в январе феврале этого года замена вот на рапиде воздушного фильтра топливного фильтра масло с масляным фильтром разумеется с и ручейкового ремня обошлось все в 360 долларов 360 долларов просто то о такой заменить фильтра масло ручейковый ремень 360 долларов сколько будет сейчас стоит это конечно же тоже можно 2 на 3 умножить ну работа не так подорожала но запчасти конечно взлетели поэтому обслуживание официалов тоже речи быть не может и эти машина хороша то что вами на портачить потому что если много всяких систем на подъема клапана изменения длины там на впуске все всех этих наворотов более современных вы все равно попадете можете попасть дорогостоящий ремонт здесь такого вам не грозит и здесь привод грим ременной не цепной потому что ременной привод грим дешевле и ходит он столько же они все равно ходят сто сто двадцать тысяч километров столько же и цепи сейчас уже ходит на новых автомобилях не надо путать машины с 90-х начала там нулевых хотя уже начали нулевых начинались проблемы с 90-х там еще восьмидесяток цепи вечно ходили до весь росслужбы автомобиля гремели находить час цепи рвутся и комплект цепной грм стоит гораздо дороже ременов же это тоже еще один плюс вот более приятный звук закрытия уже благодаря шумки салоне ну конечно что здесь говорить б-класс до жесткий пластик и любая царапина здесь будет сразу видно царапается поверхность быстро но здесь такого нету я не знаю да и встречаются машины которые даже европейцы я уже говорил своем видео когда заферу покупал владелец там он смотрел другую заферу говорит блин я не знаю специально так не раз буквально все расцарапано как будто собак возили я не знаю ну то есть юрид вообще как вообще за машину ухаживал машине четыре года на уже счет то хлам как будто 20 лет не какой-то здесь такого нет тут машина все убережно все нормально нет никаких царапин здесь уже есть затертость на глянце легкая такая такой налет бледный а так как будто новая тот глянец конечно руль уже немного такой блестящий уже начинает до стираться ручка кпп то же самое но это хромированное кольцо она целая не слезает пластик потому что я вот снимал джили то там 30 тысяч километров пробега там уже это все начинает стираться на 30 тысячах здесь 90 и все равно уже по качественнее да вот как над бы третьим на по четвертом вырезаны эти все 1 2 ну по порядок скоростей неужели уже так дорого поставить уже это и серебрянка где уже нарисована под пластиковая накладка ну гораздо красивейше смотрится ну от по мне мафон дополнительно установлен это у владельца свои загоны это он понимает зачем он нужен и зачем предназначен я не до конца это понимаю он понимает и это главное вот и нету климат-контроля и больше люблю климат-контроль но на худой конец и кондиционер пойдет привыкнем как же минимум здесь есть нету круиза это плохо разумеется я люблю круиз но все электронные стеклоподъемники сзади весел нету тигры бантой здесь концепция средняя есть подогревы передних сидений кондиционер герметизация подогрев заднего стекла а по большому счету и ничего особо не нужно ну да мультимедиа не самая топовая здесь будет сиденья не скажешь и сильно мягкая в джете 2 было вроде даже помягче подголовник вообще ну такой жесткий если так вот головой биться то головной боль можно заработать себе прямом смысле тот рапид который я снимал тогда в то время там четыре с лишним тысячи километров него было и вообще весь бы класс который снимал там все было до 10000 километров то есть новые абсолютно новые машины и там ну не не к чему было докопаться здесь уже видно реально станет а первый бы класс который я снимаю жену с пробегом 92 тысячи и не сказать что он так уже сильно поистрепался по износился но может быть это именно эта машина но по большому счету все зависит от эксплуатации где автомобиль ездит потому что можно взять соткой другой пробег но именно на этой машине если даже до 80 даже 75 пробег от мотать то визуально ни к чему не докопаться все еще нормально выглядит и можно как в это поверить подлокотник конечно не заводской он самопальный а и в том рапиде от чему я вел там были самые топовые сиденья очень мягкие и там я не хочу владельцев обиде этом сказал видео не обижайтесь но там сидение как у семерки там не было подголовников там одно сплошное сиденье как вас 2107 это нам пошутил если вы ездили на семерке вас было до этого семерка то хоть что-то родное вы встретите в рапиде он так машина конечно по посадке назад и садиться не буду вы можете посмотреть обзор пространство в том видео здесь больше такой разговорный стиль я хочу как будто вот вы со мной находитесь и мы с вами об этом разговариваем об этой проблеме насущным на сегодняшнем дне на больной теме вот и в принципе минимально необходим минимум кататься по городу что вам нужно кондиционер тоже но хотелось бы парктроника в камеру заднего вида это понимаю да это недостаток отсутствие его но смотрят уже в каком городе вы живете можно дополнительно установить до оснастить автомобиль тоже можно это не проблема и еще один такой нюанс то что вернее плюс во первых да все равно мне это торпеда больше нравится чем у соляриса в киа рио киа рио я снимал но все равно и у рио такой специфический свой запах салоне и у соляриса тоже не знаю откуда он берется но есть такое здесь такого нету но то тот запах больше впечатление дешевого автомобиля вас внушать здесь такого запаха нет вот именно вот у соляриса у рио есть такое ну там тоже уже они экспериментировали с торпеды но мне эта торпеда больше нравится внешне и еще такой нюанс который тоже так немного раздражает от когда я снимал солярис я гонял на солярисе то там когда вот с низов трогаешься такой вот работа двигателя как еще на низких оборотах больше такие вот нотки ваза так и такое же жигулевское звучание двигатель откажется ну как будто ты более качественно собранных жигулях сидишь уже не то все равно здесь больше иномарочного ощущения все равно как иномаркой но она тоже снизу я думаю так тронусь плавно покажу тоже есть такое похожий звук но все равно он другой и потом уже получается такое рычание на руку уже такая более характерные звуки вага скажем вот нюанс многие сейчас блин я думаю начнут на не в комментах гнать что ты несешь бред какой-то но это есть попробуйте поймете или присмотритесь что многие такого даже не замечает вот но конечно семнадцатого года соляриса и рио они уже в салоне уже поинтереснее выглядят уже торпеда ну сам дизайн улучшили но все равно сравнение и тот солярис вам шестнадцатого года был если взять от пола седан шестнадцатого года торпед они вот торпеда гораздо дорого богаче представительнее выглядит чем у соляриса солярис от реально как жигули просто более дорогим там как сборка для европы да ну жигули не знаю ли будет слышно есть равно другой звук на холостых не такие вот жигулевские звуки а больше ну и на и на марочное звучание ну что пока у всех вот вечер все отдыхают у всех группа дюна в гостях привет с большого буду на мы тестируем rapid но в целом конечно я так еду задумался от сам о том о чем и говорил что действительно б класс с другой стороны выход из ситуации потому что если взять от д-класс от 8 10 года все равно на горячашка там по ходу на перетряхнуть электроручники там многие сейчас мне спрашивали там большинство и можешь подобрать посмотреть я ребят даже не ищу если вы понимаете на что вы идете тогда возможно так но все равно от многие подбирали машины смотрели моторчик электроручника 1 на то что забивается болт и ставит любой другой не по размеру который тупо залезет щель залетает у даже и песок вода все он окисляется ржавеет и не работает их она суппорту соответственно и уже нужно суппорта менять уже ни одна машина как люди так попали я когда свой брал вот почему я шмонал блоки везде показывают одинаковый пробег я не думаю что люди меняли все блоки подряд все блоки бьют один пробег и самое главное то что стоят родные суппорта родные моторчики от из-за возраста свое время от суппорта захандрил прям комплект поменяли ожил все нормально работает и это о чем то что все равно больше более старших классах конечно есть тоже талисман кстати тоже вариант потому что талисмана это не смотря то что д-класс спереди махперсан задим на горчашка то есть тоже в этом плане плюс в просто 8 клапанный дизель 1 и 5 литра тоже вариант но не тоже не дешевая но все равно более старшие классы более технологически сложная машина и тяжелее в этом плане с точки зрения обслуживания содержания автомобиля чтобы больше всяких нюансов особенно если какой-то навороченный двигатель технологически сложный теплонагружен там всякие системы изменения фаз из длина коллектора там ну изменение длины то есть вот это все выливается все равно затраты вот так машина все равно хорошо держит дорогу благодаря шумки тихо но это уже говорил мне начинает нравится люкинка аккуратненькая машина вполне ну и конечно все упирается в цену я понимаю сейчас многие скажут до 15 тысяч долларов до блину жалко ну я вас пойму да действительно в ком-то плане жалко столько денег можно много чем мол крутого купить понтового но если к нибудь вдруг серьезно поломка либо код обслуживания можете лишиться автомобиля на месяц на два в ожидании запчастей тупо нечего будет заказать поставить еще раз повторюсь об этом видео еще будет я расскажу об этом ну чувствуется что за дебалка все равно так поворот не завалишься все равно когда много рычажка сзади машина подчиняется держит траекторию здесь равно же снос и есть уже оси но все равно до 60 до 80 я спокойно разгоняюсь что тоже разговор в обзор превращается на автомате но но действительно машина очень интересная в этом плане и что купить с другой стороны до самой дешевая машина где полно запчастей на разборках то есть нужно покупать либо уже максимально новые до пяти лет но я прихожу куда вот конкретный теперешний момент пройдет время ситуация изменится может вот уже другое в моде так скажем либо чиповать бы 3 как у нас был бы 3 к примеру потому что если он вам надоел уже вы привыкли уже хочется что-то новое надо турбовая цена пора вдувать значит блин но в этом плане лучше по 4 по 5 потому что уже ты дышка уже блок управления завода не надо мудриться электрика то все же стоит завода тупо повышайте давление скучно значит пора вдувать в дуле и поехали привыкли меняйте турбину больше давления форсы и дальше дуйте вот но до лирическое отступление в целом конечно проблема две проблемы вытекающих из одного обстоятельства запчасти подорожали в три-четыре раза дороже некоторые позиции некоторые еще дороже и найти проблема еще под заказ основном какие-то мелкие но фильтра масла там еще будет наличие хотя меня в своей машине фильтр то я удивился то что я там зашел в три магазина нету под заказ не понял там четвертого раза зашел у продавца было в наличии да пожалуйста вот выбирать и так ну слегка так уже вздернулся думаю не понял ладно что-то серьезно но даже такие элементарные вещи как фильтр уже ну скажем так из первой попытки не купил я уже напрягся и поэтому я решил это видео снять поговорить с вами узнать ваше мнение потому что да если там ходовая в принципе это расходники там дикто соленблок шаровая опора там масло поменять там топливный воздушный фильтр салон это понятно там даже ручейковый ремень но если вам нужно грамм сборе менять уже под заказ уже дороже уже конкретные деньги особенно за работу здесь к примеру они завода 120 тысяч грамм ходит но всего бы класс этих новых автомобилей со 120 тысяч если вы берете около это то у вас еще есть запас ну и плюс здесь ременной не цепной опять же преимущество перед корейцами корейцы все равно будет подороже что там цепь а цепь уже изначально дороже сам комплект грм вот но и я так сам бывает некоторые спрашивают что купить что купить а вот когда сам задумался а чтобы я сейчас купил бы будь у меня там к примеру 8 9 тысяч долларов что что я купил бы я даже так сам себя в тупик загнал я ты решил снять видео с вами поговорить на эту тему уже сам не знаю ответа на этот вопрос хотя было много машин пацанских есть плейлист пацанские автомобили тоже ссылка я оставлю там много всяких машин но опять же покупая до технически простой автомобиль вы можете попасть на кузов а кузовные элементы сейчас дороже я сейчас у нас проект с b3 этим по кузову я думаю вскоре должны ничего не буду загадывать вскоре должна серии выходить я покупал в двадцать первом году кузовный элемент порог арку там крышка бы же все купил уже давно сейчас же я смотрю цены на эти же запчасти они в полтора раза дороже ой не в полтора в два и два раза я покупал за 50 крыло сейчас крыло стоило два месяца назад я узнавал когда одну снимал видео или до в апреле в конце апреля в двадцатых числах апреля стоил уже 110 крыло я боюсь уже прикасаться к телефону сколько сейчас уже будет не крыло вернее арка за не стоит я покупал две по 50 50 рублей белорусский час они уже 110 столь и интересно сколько сейчас может уже под 130 будет арка ну я уже утрирую нет конечно потому что там все равно штампуют их где-то все равно сотку на стоит то есть два раза кузовные элементы стоит но это вот эти арки пороге штамп ну штамповка это в два раза дороже стоит а сколько стоит сами материала сама краска лак все эти шпакли все сколько материала нужно купить для этих работ плюс сколько работа быстро но если вы делаете сами на все равно материалы подорожали и подорожали там не на 10 по 15 процентов а тем временем все равно по городу на и ехать комфортно может быть мне эта машина больше нравится потому что шумка приемлемая сзади пружины этот европейца поставили она не прыгает не бьет он так плана по ямам проезжает то есть в этом плане положительное впечатление у меня складывается из-за этого я уже начинаю незаслуженно принижать другие рапиды но плюс конечно в этом есть вот тех европейских пружинах но пружин от европейца уже клеренс европейские но спереди чуть-чуть занизить надо бы но когда сейчас машина стоит ровно ну блин нет так зашло мне так нравится уже все рапиды они ну как правило завода за не часть чуть завышена не стоит как положено но сейчас когда стоит ровно то глянул в таком цвете на таком литье были мне так понравилось зашло это тема даже уже не хочется рапиды стоят заводским клиренсом смотрю на машины и мы уже как-то не то знаете не то и этот цвет блин нету вот на полоседание на октаве втором нет все этот их не синий цвет вот нравится такой не васильковый а именно такой чем на синий такой металлик и этот цвет не так больше катит чем то черно на ходу машина интересна тем то что все равно после большинства садишься он уже как баржа уже чувствуется габариты она такая маленькая шурс шустро вертка вот для города то что нужно вот резко руль кидаешь влево на перестраивается влево как будто улетает туда а большинство уже чувствуется габарит уже переплывает уже чувствуется вот эта вот масса как перед она весит 1220 наряженном состоянии с полным баком и немало важный факт все равно на экономичная в том плане что вот многие и это еще плюс к тому что я уже говорил выше это плюс к тому что многие старые автомобили но допустим audi a4 b5 там peugeot 407 те многие машину тех лет конца девяностых середины начала нулевых вот в этих вот годах там атмосферный двигатель там 18 атмосферник 2 и 0 неважно вот эти атмосферники у них было на 5 передачи тоже пятиступенчатой механики у них было 120 ой 100 километров в час 3000 оборотов то есть если идти дальше там 120 103 под 140 уже за 3000 уже никакой экономии речи быть не может здесь же 100 километров в час две с половиной даже меньше вот так отсечка две с половиной вот так стрелка стоит то есть почти но не почти еще на 110 2 600 но то если 120 у нас ограничение по трассе 120 то получаем где-то будет ну 2 800 но не 3 там 3 на сотнях здесь 120 то есть в этом плане уже можно ехать быстрее и экономичнее вот фабия снимал 1 и 4 там тоже примерно так же было чуть чуть больше по оборотам но тоже достаточно экономичная машина то есть но я к тому что более современные двигатели все равно больше под экономии заточены в этом плане а сейчас когда топливо дорожает едва ли не каждый день это немаловажный факт но что касается ходовых качеств ну да вот когда один машине от можно там немного повыеживаться поддержить в потоке ну конечно 1 и 4 на dsg веселее да я тогда помню на полоседание терну и на рапиде потом новом на полом седании здесь же ехал мне уже здесь было 130 140 там трогаешься бам-бам она переключает быстро но dsg там доли секунды там 050 15 секунд полна переключения и все у меня уже здесь 140 было где-то носа 3 140 больше не топил но ту машина выстреливает прыгает конечно весело насколько сейчас такая машина будет стоит тоже самый дорогие и сколько их продается выбор будет меньше конечно там была новая машина она стоила там по моему около 16 это было уже максималка но это был двадцатый год сейчас же уже до ситуация немного иная уже это такая машина с таким мотором коробкой будет уже подороже и многие просто боятся турбин вот просто слышат турбина все как красная тряпка для быка все турбина все ужас ну вот и все что я хотел сказать конечно же что покупать решать вам куда свои деньги топить но в любом случае сейчас такая ситуация что наиболее выгодный вариант это ездить на своем автомобиле который вы знаете ну конечно если у вас обслужен и не разваливается и вы просто не едете на ржавом дрявом хламе но сейчас до выгоднее ездить на своей машине ничего не продавать примеру вернее сейчас выгодно продать автомобиль что не дорожает постоянно но купить что-то взамен это уже проблема особенно проблема если покупать машины уже около 10 лет там 8 до 12 и так не многие сейчас пишут помоги найти большинство такого как у тебя я его искать не буду по же его такого просто не найти и в таком состоянии сколько не стоили столько не стоит по большому счету но я покупал свой 2017 году он был свеж с маленькому с малым пробегом относительно некоторые уже проблемы сцепление уже было заменено пошел уже 200 тысяч но в целом машина ресурсная и проблем не было сейчас же тоже на электро ручники все забивают на суппорта забивает когда-то еще в 19-м двадцатом году суппорт бушный стоил 100 долларов сейчас на такие цены не рассчитывайте то есть два суппорта 200 сейчас умножайте на три на четыре ну не на три на четыре но дороже и будете ждать его с разборки сколько находит тоже неизвестно моторчик один 100 долларов сейчас стоит ну опять же цены дорожат уже где-то 130 140 он будет стоить во всем остальном то есть сейчас ну и примерно с остальными же представителями до класса тоже такие же цены опять же кузов на кузова смотрите пши кузовные работы сейчас тоже дороже все дорожает и неизвестно что лучше конечно лучше переждать ездить на том на чем вы сейчас ездите либо если уже рисковать что-то покупать ну я считаю что наверно все же б-класс выгоднее либо самая вот дешевая машина опять же повторюсь как я сказал видео второй гольф вторую джету там b3 тоже пасса тут ну и тупо их восстанавливайте ездить да вы получите дешевую самую дешевую машину но это верная лошадка будет надежно которая еще пяток лет отбегает ну или вот б класс хотя тоже не не дешевая согласен не дешевая не буду повторяться сворачивать на второй круг спасибо большое за внимание особенно тем кто досмотрел это видео до конца нажимайте колокольчик чтоб ничего не пропустить подписывайтесь на канал смотрите предыдущие видео от б класс много всяких видео у нас было на канале вак в основном номер один по количеству всех видео и были пацанские от б класс смотрите сами пишите свое мнение в комментах увидимся в следующем видео счастливо